МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из незаконного оборота изъято около 9 килограммов мифедрона, предполагаемый стоимостью свыше 15 миллионов рублей. Межрегиональный канал поставки наркотических средств из Верхневолжья в Санкт-Петербург был пресечен сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области. В 2018 году Шаманский, подыскав в сети интернет продавца наркотических средств, вступил с ним в предварительный преступный сговор с целью незаконного получения материальной выгоды. Подсудимому стало известно о том, что предназначенные для дальнейшего сбыта наркотические средства необходимо изъять из тайниковой закладки на территории Тверской области. Вечером 23 декабря Шаманский прибыл к месту тайника, расположенного в Калининском районе, между поселком Ребеево и поселком Краснова. Незаконно извлек из тайниковой закладки два пакета с порошкообразным веществом и перенес пакеты в автомобиль «Лада Веста». По дороге в Санкт-Петербург он был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий в автомобиле обнаружены и изъяты два пакета с наркотическим средством «Мефедрон» общей массой свыше 9 килограммов, что является особо крупным размером. Свои преступные действия подсудимый не довел до конца, поскольку его противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области собрана достаточно доказательственная база, подтвердившая причастность задержанного к незаконному обороту наркотиков. Шаманский просил рассматривать его дело судом присяжных. Суд факта в стенах пролетарского районного суда был сформирован впервые. Трое из шести присяжных заседателей попросили суд о снисхождении к посудимому, хотя все шестеро признали шаманского виновным. Приговором пролетарского районного суда города Твери от 4 февраля на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей житель Санкт-Петербурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 Уголовного кодекса, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Субтитры создавал DimaTorzok